Парк Ден Брантвейд Те, для кого цены на билеты 45 в кассе и 37 евро предварительно кусались, могли приобщиться к джазовым жанрам вместе с утками, населяющими канал замка с противоположного берега. Всего было продано 18 тысяч билетов. Бэджи на оранжевой ленте от Инджи Банка предавали всем, кто не спрятал их в карман, вид организаторов мероприятий. В чем секрет популярности джаз в Медохе? Почему некоторые бельгийские любители джаза планируют отпуск до или после середины августа? Большие имена из джазовой тусовки до Антверпена доезжают редко. Хороший качественный джаз и пограничные жанры можно услышать на других площадках Бельгии. Особенно лето 2013 года было богато на фестиваль. Джаз в Медохе – это фестиваль атмосферы, фестиваль настроения, фестиваль ноктюры. В большом зрительном зале размером в парк естественное освещение с наступлением сумерек, теряющие очертания предметы, превращающие людей в силуэты. Здесь можно ходить по траве и даже на ней сидеть. Можно и нужно пить и есть. Здесь детям, в отличие от многих джазовых местечек, добро пожаловать. Один большой семейный пикник на траве под очень хорошую живую музыку. Ни один джаз Медохе не обходится без его крестного отца – Туцца Телеманса. Его концерты неизменно собирают большую толпу. Его гармошка затрагивает чувства всех. Однако и музыканты его оркестры – профи с большой буквы. В этом году фестиваль презентовал новый проект «Artist in Residence» – Тигран Хамасян. Пианист-резидент выступал три дня с тремя разными музыкантами и группами. На сцене он и знаменитый индийский перкуссионист Трилок Гурту. Тигран Хамасян родился в Армении. В 16 лет переехал в Лос-Анджелес. На пианино играет сколько себя помнит – с трех лет. Ему подпластны и классика, и джаз, и фольклор. Грустные армянские ноты пробиваются к слушателю в его самых сумасшедших джазовых импровизациях. Вы слышали первого выступающего Тиграна? Слышали. И как вам? Он будет, по-моему, еще два дня на фестивале. И завтра, и после. Завтра. Я думаю, что я приеду еще послушать на второй день. А как он? Что у него за стиль? По-моему, это такая музыка очень атмосферная. С такими армянскими мотивами. Нотками, печальными. Нам очень понравилось. На третий день Тигран Фомасян выступал со своим квинтетом Shadow Theater. 5 сентября 2013 года в Париже в Cité de la Musique музыканта ждала презентация нового альбома с одноименным названием. Так что в Антверпене состоялась авантремьера диско Shadow Theater. Отдельного слова заслуживает детский городок-фестиваль. Родителям стоило только привезти сюда детей и последних забывали о существовании старших до самой темноты. Дети играли, а хорошая музыка откладывалась в их подсознании, как урок музыки в игровой форме. Ведущий оратор не отметил блестящую организацию досуга для будущих любителей джаза, которые пока что не в состоянии оценить себе на стульчике все происходящее, и поэтому слушают фоном джаза, и все эти вариации развлечений у меня у самой вызывают восторг, и при этом отдыхают и родители, и дети. Это просто супер. В многоликой толпе можно было встретить директора джаз Миддлхем Бертрана Фламанго. Он выглядел довольным фестивалем и его нововведениями этого года. Мы инвестировали достаточно много в этом году в комфорт для посетителей. Инфраструктура значительно выиграла в качестве. Каждый день наши гости смогли читать свежую газету, интервью с продюсерами, вокалистами, музыкантами. Прежде всего изменился звук. Мы установили более продвинутую звуковую систему. Даже слабый звук распространяется на далекое расстояние. При этом парк находится на границе с жилыми улицами, и на нашем фестивале не исполняется электронной музыки, не звучит никаких басов. Мы заботимся о соседях. В этом году появился также новый проект «Artist in Resident» Тигран Хамасян. Мы очень довольны его выступлениями. Сегодня он буквально порвал публику со своей группой. Он очень молод, и его можно назвать бельгийским ребенком. Это шутка, конечно, но мы надеемся, что джаз Миддлхем положительно повлияет на его дальнейшую карьеру. Досадная помарка фестиваля, легендарный Рэнди Ньюман отменил свой концерт, превратилась в праздник для поклонников романтичного ретро-ансамбуля в стиле черно-белого кино со смешным названием «Пылесос», которому после жалоб известной компании по их производству добавили музыкальный суффикс. Получилось «Хуверфоникс». Субтитры подогнал «Симон»